вот здесь мы остановились это эти же рыжие муравьи устраивают муравейники в корнях в тех самых холмах видимо рыхлой земля им по душе в тех самых холмах есть такое дело результат гибнут сенцы и саженцы Сергея на второй на третий год после посадки наблюдения лесных крупных муравей у нас нет мой вывод муравьи муравьям рознь как выглядят муравьи в нашем саду мелкие черные мои выглядят мелкие мелкие черные черные под зиму обмазывают основания штаба лак мастику долна то прям до самой земли вода толкающая пленка надеюсь от воды защищает будет надо через это лак мастику надо но и надо как-то через это через прокладку так что такое поругает семена от мастики сгорит кора правильно надо через прокладку у вас есть специальный опыт думал что у нее заживляющее свойство заживляющее конечно но когда все подряд обмажешь просто может сгнить привали и замазывали вверх черенка мастикой так его потекет по коре и кора облазит так то есть это минус получается вверх черенка если текет то не лучше бы текет так сережка я вас запомнил только потому что у вас два высших образования так штамп обмазывайте глины добавлением золы коровяка и дегтя так началось затем обмотайте полоску кроме материала владимир если это ваш опыт если вы молодые саженцы вот так обмазывали вот день тут ниже напишите чтобы я все это испытал что 1 2 3 саженцы это я обмазывал глины добавлением золы коровяка и дегтя вот у меня они выросли прошло 5-10 лет вот так и снизу будет написано мы вам поверим вот и вот они выросли подносят а потом еще пришлите мне фотографию мы серьезные люди нам нужно доказательства ольга у меня славились кончики коры у верхнего среза из-за тупого секатора владимир спасибо попробую а то старой тети перезима нет возможности виноградов про штык лопаты даже не слышал не стал смотреть после того когда он сказал что косик повторяет 100 процентов нет я привел пример когда не просто повторил 100 процентов а еще и улучшились вот понимаете то есть показались даже на уровне тех косик что я прислал так что но это исключение правил конечно он это то что любую кошку посадить повторит это сказки так катя кузнецова так смотрим катя кузнецова это будущий академик по возрасту еще два образования высших она еще проходит в академике про всплывшие косточки поддерживаю при сухом хранении зимой кошки теряет природную влагу и при замачивание всплывает у меня так но очень многие из них через сутки уже питаться воды опускается на дно потом сходит как миленький хоть спасибо дайте посылаю ой знаете когда я приехал на это на след меня пригласил сергеев вот признаюсь как было как звезду то есть на меня должны были пойти люди и вот как раз был перерыв я в коридоре сижу и вдруг подбегает красивая молодая девушка кидается мне на шею а я-то видел один раз на фотографии кидаются мне на шею целует господи это конца катя того который мой сайт ведет вот а потом я думаю господи чем и заплатить за это за все и заплатил теперь у него жизни не бойся все я же говорю садоводство катя это не профессия это диагноз и в больничных листах надо писать садовод но и те садоводы которые были раньше это радикулиты это артриты это артрозы вот это все чтоб все это вот знаете как если написано диагноз садовод это значит что у него 20 то есть болезни прошли те времена катя согласись что больше никакой катаж на работа в саду нет ну ладно опять разговаривали за за это за то что у тебя тоже получилось как у меня всплывает на пиццу воду и тонут потом сходит как миленький сергей сталинград доброго здравия екатеринбург вижу ответ на свой вопрос спасибо мы все наверное кто сейчас присутствует уже ли будет сертифицировать естественно учитель один но каждый сделал все равно посоль в это точно это несложно запишите все моменты закладки на среди касса весна и объединим знания возможно возведем систему наши наблюдения лучше с фото и видеофиксации да если бы я был бы я не один вот поэтому тенкова надо было институт создавать под меня надо было создавать вот я не шучу я серьезно говорю пусть это выглядит зазнастью пусть это выглядит наглости под нас под всех вот по сергеевна 2 создавать вот под макарова пусть он позже начал пусть как бы моложе но результат то какие под козла лису создавать рядом там же 10 20 100 километров вот тогда у нас дела пойдут и как и вот это станет реальностью то что вы сейчас написали вот тогда это станет реальностью сергей сталинград выражая вам огромное боролась за посылку отдельно благодарность огромнейшие за книги и подарки здравия вам и успеха в нашем нелегком деле спасибо сергей я даже расслаблен потому что сколько у нас еще не благодарность в этой стране вот смотрите вот он сейчас латинком лежит больницы лежит реанимация мы сделали операцию если я правильно понял вот 90 процентов кишок вырезали да вот все очень плохо это понятно вы знаете какой у нас уровень медицины существует риск вообще не выйти до существует хотя говорят стабильно тяжелый но как верить в этом представим себе что если бы путин там кто еще то этот самый премьер-министр если вы месяц хозяйства если вы месяц науки знали бы что есть уникальнейший человек он лежит просто в обычной городской больнице вероятность выживания высокая но не стопроцентная процентов кишок понимаете вот если бы знали что это сам латинков это латинков это уровень мичурина как минимум или больше потому что нельзя лучше и чтобы прислали санитарный вертель самолет прямо с москвы мчс чтобы сразу к этому кремлевскую клинику вытащить его дать ему секретарей пусть он только рассказывает рассказывает рассказывать как надо этого сады взять под охрану его несколько садов его уникальнейших вот ладно я пошутил сельский сад если я пошутил значит тогда не надо огорчаться а если всерьез тогда это все мы должны сейчас с большим настроением идти на кухню и водку пить сельский сад всем добрый вечер спал уже сельский сад